Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Между станцией Маньчжурия и Харбином 5 июня Чем больше я знакомлюсь с этой громадной и сложной организацией китайской дороги, тем больше поражаюсь я размерами. Победителей не судят, и надо признать, что все это устройство пригодилось полностью при теперешних сложных обстоятельствах. Почти трехсоттысячная армия вместилась со всей своей сложной организацией в зданиях, складах и вагонах этого гиганта, заползла в его щели и совершенно незаметно, причем никакого напряжения, непосильности, суеты, нервности. Помещения для пограничной стражи удовлетворили бы даже требовательности английского солдата. Говорят, генерал Нодаров, командующий тылом армии, осматривая одно из таких помещений, спросил, на сколько человек? На тридцать семь. Тридцать семь? Но при надобности здесь и тысяча поместится? Ответ одного пограничного солдата Витте также характерен. Сверхъестественно хорошо ваше высокопревосходительство. Если за норму естественно принять обычный тип наших солдатских помещений в России, то выражение солдата совершенно правильно. Надо видеть эту картину, когда в столовых в два света обедает эшелон человек в девятьсот. Светло, чисто, просторно, и пришло бы еще столько людей, хватило бы места. В соседнем помещении ряд котлов, высоких, закрытых, каждый с самостоятельной топкой. В них щи, каша. В помещении рядом печи для печения хлебов. Целый ряд печей, могущих выпекать в сутки по 200 пудов хлеба. Смотришь на весь этот широкий размах и недоумеваешь, что это? Только случайный размах или предвиделось то, что случилось? Если острить, то ведь хватит помещений даже на две армии, русскую и японскую в дальнем. Все эти успехи я лично не случай приписываю, а проницательности людей, ознакомившихся с краем и понявших, к чему клонится все это дело. Во всяком случае, без всех этих широких затей нашей армии пришлось бы считаться с непредвиденными препятствиями. Да и солдат был бы не тот, что теперь приезжает. Отдохнувший, сытый, упитанный, как говорят доктора. Не чита изнуренному уже за дорогу турецкой компании. Но там ведь, приходя, люди прямо и ложились в тифозные бараки. А помещение для больных? На 15 тысяч человек уже готово, а всего будет приготовлено на 50. Рядом со всеми этими выстроенными строятся теперь еще целые города. Это для зимы. В общем, такое впечатление. Дорога – это гигант, мощный и сильный. 20-фунтовый рельс лежит на прекрасном балласте с галькой. По этому рельсу громадной силы паровоз тянет 40 груженных вагонов. Этих вагонов и паровозов множество. Забайкальская, Сибирская дороги, дети, карлики в сравнении с этим гигантом. Случайно или нет, но, как видим, расчет оправдался. И будем справедливы. Воздадим должное. Вчера, сегодня и завтра китайский весенний праздник. На работах эти дни нет китайцев. Начинается, впрочем, время, когда и вообще мало будет рабочих из китайцев. Их все больше будут отвлекать полевые работы. Уже и теперь выгрузка с вагона дошла до 5 рублей 60 копеек за вагон. Но в праздник китайцы ни за какие деньги не работают. И всего-то три праздника у них в году. В своих праздничных одеждах они ходят друг к другу в гости, смотрят на проходящие поезда, играют в карты и шахматы. Есть предположение, что все игры пошли от китайцев. Знатоки китайской жизни рассказывают мне, что все наши игры существуют и у китайцев, но у китайцев замысел шире и интереснее. Шахматы у них без королевы. Вместо нея два пажа. Вместо двух рядов фигур три пешки, конница и фигуры. Посреди доски река. Одни фигуры могут переходить реку, другие нет. Пешка, перешедшая реку, получает право ходить и вбок. Конница может брать только через препятствия, а открытых фигур брать не может. Китаец очень любит игры и очень азартен. Он очень бережлив, годами будет копить, не доедать, не досыпать, но подойдет случай и в азарте он сразу спустит все. Русские торговцы уже знают эту слабую сторону китайцев и аукционы, распродажи всегда привлекают толпу. На одной станции я видел мальчика-китайца в нарядном расшитом платье, в шляпе вроде шлема, с красно-бурым хвостом и со стеклянным шариком наверху. Это капитан. Отец купил ему этот чин, стоящий пятьсот рублей. Отец, бедно одетый китаец, в голубом халате ведет за руку своего капитана лет семи. И какое счастье на лице отца. Мальчик тупо смотрит на проходящий теперь мимо наш поезд. На 441-й версте было сегодня ночью покушение на пограничного солдата караулившего мост. Выстрелом он ранен в руку. Виновный скрылся. Какая цель? Кто же это покушался? Китаец? Нет. Китайцы теперь мирно настроены. Доказательство наш курс. Лан 1 рубль 40 копеек, а в начале войны был 1 рубль 80 копеек. А до войны? До первой 1 рубль 12 копеек, а перед этой войной 1 рубль 25 копеек. Может быть монгол покушался? Может быть. У монголов какое-то брожение идет, но против нас или китайцев еще не выяснено. Вот в июле верстах в 60 от Хайлара будет их ярмарка. Тогда кое-что узнаем. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений том 6 Петроград издание товарищества Маркс 1916 год.